Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами Нелли. Я хочу с вами сегодня поделиться коротко, что у нас происходит на канале Вибрации Забили. Значит, сегодня я дала седьмое задание для тех, кто в этом канале. И в этом задании нужно дарить ментальные подарки. Знаете, в Битле нам говорит, Иисус нам говорил, блажен тот, кто дает, а не тот, кто берет. И с чего начинается забитие? С того, что человек хочет давать. Человек хочет давать. Когда человек начинает хотеть поддавать, это уже первый признак того, что он из-за Белинеки. Даже если у него еще немного, даже если у него еще, у самого нет, но у него есть вот это богатство внутри, которое хочет постоянно подарить, давать, благословлять. С того, что есть. И сейчас я дала такое задание, чтобы мои учащиеся в школе ментально начали дарить подарки. Вот они встретили, какого-то за человека, посмотрели на него, где я сама эти задания все выполняю. Я просто кайфую от своих заданий, от своей школы учащие. Это знания, которые без сцены просто то, что я вам даю, это игра. Жизнь вообще игра, если честно. Ребят, если мы по правилам играем, у нас все хорошо. И в этот момент, когда ты видишь человека, ты смотришь на него и думаешь, а что бы я вот этого человека подарила. А вот этого бы я там мальчику в велосипед подарила, а вот этой девочке я бы куколку подарила. А вот этой женщине бы подарил красивые украшения, допустим, да. А вот этого человека, я бы машину подарила, да. И да, это игра, но внутри тебя раскрывается канал, который реально показывает, насколько ты изобильный человек. Вот я всегда Богу говорила, Господь, я хочу дарить машину. Я хочу это делать. Я хочу получать машину, я хочу дарить машину. Всю жизнь, вот сколько я себя знаю, я менял машины как перчатки. И они были все лучше, все больше, все красивее, все новее и так далее, да. Вот. И в какой-то момент я сказала, я тебе приду подарить машину. И придет момент, когда я начну дарить машину. И так же квартиру. Мы получаем квартиру, мы можем подарить квартиру. Потому что человек изобильный, он хочет дарить, он хочет добиться. Понимаете, о чем я говорю? Хочет давать деньги. Он чувствует себя изобильным. И я сказала своим ученикам, просто представьте себе, что вы такой человек. У вас есть миллионы, миллиарды на банковском счету. И вы можете любому человеку сделать что-то приятное. Вы можете купить телевизор ко мне за порночь. А можете, может быть, в палату куда-нибудь поставить телевизор, где больной человек лежит с онкологией. И вы хотите вот ему таким образом, просто облегчить его вот эту учесть. Может быть, вы хотите ему какой-то аппарат купить, чтобы его болезнь быстрее ушла. Но представьте себе, что вы вот именно такой изобильный человек. И... Да, это игра. Ну, когда ты внутри начинаешь себе позволять быть такой личностью, вот просто позволить себе представить. Вот почему мы не получаем деньги. Ребят, нам духовный мир дает только настолько деньги, насколько мы готовы с этим миром делиться. Если ты только себе, мне, мне, себе, ну, он тебе столько и даст. Вот сколько тебе нужно, насколько тебе... Насколько тебе там на прожиточное хватит. Вот столько тебе и Бог даст, и духовный мир даст. Но когда ты становишься вот этим изобильным человеком, Господь, я хочу делиться. Я хочу дарить. Я хочу одаривать, там, дорогими подарками. Вот, пожалуйста, покажи мне, как это сделать. Как мне стать такой личностью. И Бог начинает в первую очередь не деньги давать сразу, а внутри человека расширять, чтобы ты хотя бы, хотя бы вошел в эту роль. А как это быть вот таким изобильным человеком? Потому что поймите одно, ребят, человек не становится богатым в деньгах. Человек становится богатым сначала внутри. Что это значит? Это значит, что он позволил себе быть таким человеком. Любой чемпион, любой, там, не знаю, политик, любой артист. Сначала позволили себе хотя бы поверить в то, что они могут быть артистами. Они могут быть чемпионом. Это внутреннее состояние. Когда я меняла машину, и машины становились все больше, мне нужно было сначала позволить себе. Ага, сначала Opel, да, начнем, да, Ford, Peugeot. Вот. Ты смотришь, ага, вот до этого ты дорос, до этого ты еще как бы не дорос. Ты чувствуешь, что, о, нет, как я вот Peugeot, как я буду вот бензин заливать туда, вот он немножко дороговатый. Потом смотришь, и это все новые машины, да, потом смотришь, ага, класс МРЦ. И я задала в Духовный мир такую программу, что я каждые два года меняю машину, да. И именно новую машину. И когда я эту программу задала, мне начало, конечно, в Духовный мир все это подкидывать. Возможности там, через бизнес, сама покупала и так далее. Деньги появлялись, вот. Это разрешение внутреннее. Я позволяла себе подумать о себе, понимаете? И когда я позволила, допустим, себе C-класса Мерцедес, да, или GX, там, вот. Внутри, внутри сначала было такое состояние, ну, я, это получится. Ой, это большая машина. Ну, ой, как это будет? И сжимается что-то внутри такое, да. Но когда расправляются плечи, ты осознаешь, что да, я достойно, то это норма для меня. Вот когда это равно, понимаете, что в чем? Я и не собираюсь на других машинах ездить. Это норма для меня, что я вот становлюсь артистом или ездию на такой машине, или получаю на банковский счет 10 тысяч евро каждый месяц. Это норма для меня. Вот когда заработки росли у меня там, да, сначала три, потом пять. Потом в какой-то момент, я помню, я своей маме сказала, мам, у меня будет 10 тысяч евро каждый месяц. Приходить деньги в мой нейт. Это же невозможно. Почему невозможно? Почему ей возможно? Ему возможно. Вот это возможно. А мне невозможно. Я позволяю себе это иметь. Я хочу, я буду в этом верить. Я буду над этим работать. И как только я себе начала это позволять, оно начало происходить, мои дорогие. Дополнение слышит тебя, насколько ты готов это принимать, понимаете? И так ты говоришь, а вот сегодня 10 тысяч, а завтра я хочу 20 тысяч. Ты начинаешь внутри позволять себя на 20 тысяч каждый месяц. Потом смотришь, хочу 100 тысяч каждый месяц, да? И поверь мне, если ты к этому готов, вот не просто, да, я же беру ее готов, нет, нет. Если ты реально внутри себя позволяешь, да, я тот человек, который зарабатывает 100 тысяч евро в месяц. Ну, я так хочу. Это мое, это норма для меня. Вот. Вот это слышит духовный мир и говорит, да, этот человек созрел для 100 тысяч евро. И вот поэтому нужно уже сейчас, не зарабатывая, допустим, еще такие деньги, уже сейчас сказать самому себе, я хочу дарить дорогие подарки, да? Поэтому мне нужны эти 100 тысяч евро в месяц. я хочу быть изобильным человеком, я хочу быть изобильным человеком, может, я помогу кому-то, может, я детскому помочь могу, и вообще я в служение хочу давать, там, где люди исцеляются, где за людей молятся. и вот ты начинаешь внутри себя позволять быть вот этим изобильным, богатым, славным человеком, достойным человеком, внимательным другим человеком. И не духовный мир видит это, Господь видит это, говорит, все, вот этот человек готов, я хочу давать такому человеку уже деньги. Он не трясется там, если получает там свою зарплату, он не боится чего-то там потерять, а он уже изобильный, он в изобиле. И такому человеку можно больше доверить. Вот, поэтому приходите, если вот есть такой отклик, приходите в мою духовную школу, в духовный канал, телеграм, вибрации изобилия, там каждый день я даю задания, мало того, я сейчас буду выходить в эфиры, вот, и буду с вами коммуницировать, вы можете задавать вопросы, мы будем медитировать, мы будем молиться, мы будем входить в покой, мы будем решать какие-то задачки и входить в эту вибрацию изобильного человека, богатого человека. Да, я достойна. С чего начинается все? С достоинства. Я позволяю себе, можно себе что-то позволить, а можно себе что-то не позволить. Мы даже бесплатные вещи себе не можем позволить. Просто ванну все свечки включить и зажечь, и лепесточки роз рассыпать и полежать. Мы даже вот бесплатные вещи себе и то не можем иногда позволить. Но этому надо всему учиться. Любовь к себе – это первое, что нужно делать, потому что, когда ты любишь себя, любишь Бога внутри себя, кайфуешь от себя, тогда в этот момент духовный мир говорит «Окей, тогда мы можем доверить этому человеку больше». Только исцеленная душа, влюбленная в жизнь душа, влюбленная в себя душа может принимать от Господа подарки. Ну все, мои хорошие, я очень благодарю вас, радуюсь, что вы у меня есть, что вы меня слушаете. За каждый лайк, за каждую благодарность, за каждый донат, за каждое сердечко, за каждый вопросик всем-всем благодарна. Спасибо большое. Молюсь за вас. Пусть Бог вас один на богословеет. Слава Иисусу. Аминь.